Привет, ютуба слушатели, с вами Тарас Юрист на моем канале. В этом видеоролике я хотел бы поговорить о том, что делать, если вам звонят или звонят, кому как больше нравятся коллекторы, эти замечательные люди, которые основная работа это выбивание долгов из граждан. Но в связи с плохой экономической ситуацией у нас в стране, многие люди, естественно, перестали оплачивать кредиты и банки все эти продают задолженность коллекторам, либо передают, либо им какие-то договора заключают и все такое. И эти, так сказать, работники, коллекторы начинают звонить вам, пытаться с вас получить какие-то деньги и что делать в этом случае, вообще вы меня спросите. Во-первых, зачастую они звонят, когда не могут дозвониться самому должнику, начинают звонить родственникам, знакомым, друзьям и говорить, что типа вот вы там жена, вы должны за мужа отдать деньги, или там вы там какой-то брат, сват, где-то там работаете, или что-то такое вы за него должны отдать. Что вы за него там типа поручились, ну, поручились не в плане подписали договора, ну, как-то вы так за него должны, что имущество общее, что все равно должны отдать и так далее. Ну, это все, естественно, вранье. Такого нету, потому что если вы ничего не подписывали, никто ничего никому отдавать не должен. Ну, такие у нас законы, слава богу, на сегодняшний день в Украине. Допустим, если вы должны, то они начинают звонить, самое главное, чтобы я посоветовал, это не бояться их, ну, чтобы понять, что это все в основном угрозы. Зачастую они звонят, говорят, вот там мобильная группа какая-то там приедет к вам домой, начнет описывать вещи, там выносить, ну, такие смски, или там пишут, что мы там приедем завтра, сломаем замок, ну, чушь полная. Не надо в это верить, это все бред, я с таким вообще никогда не сталкивался, честно. Это все идет на угрозу. Там так же самое начинают звонить на работу, еще куда-то и везде пытаться угрожать. И таким образом заставить вас рассчитаться с долгами теми, которые у вас возникли перед финансовым учреждением, перед банком. Так что вот запомните, не надо их бояться. По поводу того, что воспринимать ли все эти их угрозы серьезно и все такое. Это все просто угрозы должны понимать. Если бы они могли действительно что-то сделать, реально прийти там домой, что-то забрать, отнять, то это бы, естественно, делалось. Невозможно без решения суда на сегодняшний день проводить какие-либо действия, связанные с описью имуществом, изъятием, продажей и так далее. Это все занимается настолько исполнительная служба. Никакие частные личности, те же самые коллекторы, не могут вообще вестись на... Ну, не надо на них вестись, не надо в это все верить. Им не имеют права просто это делать по закону. Что еще хочется сказать? Не стоит вообще им верить. В том плане, ну, что они говорят. Это все вранье и наглая ложь. Надо это для себя понимать и запомнить. Не ведитесь на все эти разговоры, угрозы. Да, еще раз повторюсь, и все такое. И в завершение я хотел бы дать самый такой, наверное, простой совет. Если они там вам звонят, докучают и так далее. Если есть возможность поменять карточку в телефоне мобильном, возьмите, поменяйте, другой номер себе приобретите. И, в принципе, на этом все угрозы, естественно, закончат. Потому что они не будут знать ваш новый номер. Они ничего, в принципе, сделать не смогут, кроме как слать там какие-то письма угрожающего характера с угрозами об уголовной ответственности и так далее. Это все тоже бред и чушь. В общем, им главное не верить и не бояться. Вот это два главных принципа в общении с коллекторами. Если видео понравилось, вам пальцы вверх ставите, на канал подписывайтесь. Благодарю за внимание.